8 октября в Висагинском ЗАГСе состоялось торжественное заключение законного брака Евгения Шаплина со своей избранницей Иолантой. Как ранее сообщал Евгений, свадьбу они уже отпраздновали в Америке вместе с родителями и сестрой, которая с семьей живет в США, а официальную церемонию бракосочетания было решено провести в Висагинесе. Накануне в социальных сетях и в городских СМИ Евгений объявил об этом и пригласил всех висагинцев разделить с ним и Иолантой радость этого торжества. Поздравить молодых пришли друзья, родственники, коллеги, знакомые и просто горожане. Помещение ЗАГСа не могло вместить всех желающих, поэтому на самой церемонии были самые близкие люди, хотя их тоже набралось немало. Бракосочетание – одно из самых важных событий в жизни любого человека. И на этот раз оно тоже было очень трогательным и волнительным. Евгений, вы готовы к закрепить шею и ретвертой и хорошей головой? Спасибо. Иоланта, вы готовы к закрепить шею и ретвертой и хорошей головой? Которые паводки вы разрешите региструю в Санкт-Петербурге? Клятя на Евгения и Иоланту многие наверняка вспомнили и свои свадьбы. Друзья и близкие приносили теплые слова, поздравления. А потом все отправились на улицу, где гости с нетерпением ждали выхода молодых. Евгений радушно пригласил всех к столу, где угощали безалкогольным шампанским и вкусными пирожными из кондитерства. Мы поздравили молодых и спросили у Евгения, как ему пришла идея пригласить на церемонию всех висадинцев. Я всегда говорил, что Висагинос это одна большая семья. Я всегда чувствовал и поддержку жителей, и когда спортивная карьера была. Поэтому для меня это было важно. И поэтому я считаю, что все праздники мы в таком небольшом компактном городе могли бы праздновать вместе. Я думаю, что это станет хорошей традицией, когда можно прийти любому, поучаствовать, поздравить и отметить вместе праздник. Спасибо вам за это и за то, что вы сделали праздник общим для всех нас, для всех горожан. Да, мы изначально вообще планировали, что свадьба будет основная здесь, в Висагиносе, сделать большой концерт и все вместе пригласить весь город на этот концерт. Но из-за некоторых нюансов пришлось поменять немного планы, но все-таки сохранили вот эту основную церемонию в Висагиносе для всего города. Ну, конечно, потому что сегодня много было пожеланий о детях, так я считаю, что будем над этим работать, и, конечно, чтобы кинофонд и население Висагиноса только увеличивалось. Вам повезло, Женя, у вас очень красивая жена, Иоланта. Спасибо большое. Я долго выбирал. От себя добавим, что избранница Евгения тоже Висагинка. Иоланта выросла и окончила школу в Висагиносе, а затем уехала учиться в Вильнюс. Пусть Господь хранит их брак, конечно же. Мы очень их любим. И, наконец-то, сбылась наша мечта. И они обвенчались, поженились. И детишек, конечно, мы уже начинаем ждать прибавления в семье. Эторический момент. Евгений, я считаю, вполне его заслуживает. И пускай их Бог хранит. Благополучие. И, конечно, детишек. Ну, вы все люди уже с таким солидным семейным опытом. И что вы, как уже люди, давно пребывающие в браке, что вы можете посоветовать этой молодой паре? Любить друг друга, уважать друг друга, хранить друг другу верность и слышать друг друга. Это самое главное. Набраться терпения. И, конечно, уважать друг друга. Претерпение, уважение. Всегда все недуги, они все равно будут преодолены. Да. Иван, ну, сегодня у вас знаменательное событие. Лучший друг женился. Да, у меня обычно интервью берут, когда у нас какие-то проблемы в городе. А теперь, наконец-то, по хорошему праздничному поводу. Даже непривычно. На самом деле, хочу пожелать, самое главное, крепкой любви. Я думаю, она у них есть. Иначе не было бы такого шага сделано. Побольше детей. И населению хорошо. И это цветы жизни, радость. Я ему желаю, самое главное, больше детей. Даля Штропайте снимала и транслировала в прямом эфире весь праздник. Мы всегда говорим, что город Висагинос многонациональный и живет как одна семья. И я думаю, что это надо какую-то традицию вести, чтобы город праздновал все праздники друг друга. Это Женя как показал путь к этому. И очень хорошо, что он, вернувшись из Америки, организовал такую свадьбу в Висагиносе. Люди очень интересуются, очень желали очень много комментариев, желали удачи, любви, добра, мира в семье, чтобы все у них было хорошо. Поэтому, я думаю, многие люди живут за рубежом. Сегодня эту и Женя Шуклина родителей. Все хотят увидеть, посмотреть, чем дышит наш город, как живут известные люди в городе, что они делают, как говорится, как они дышат. Мы же одна семья. Я думаю, это очень хорошо. Женя что придумал, праздновать этот свой семейный праздник. Евгения Шуклина всегда отличала умение красиво организовать любое мероприятие. А его творческий подход к собственной свадьбе, возможно, положит начало традиции отмечать радостные события всем мира.